В связи с введением реализации в ГОС, школьная библиотека становится информационно-библиотечным центром, который способствует формированию у обучающихся метапредметных и личностных результатов. Информационно-библиотечный центр гимназии организует доступ к удаленным ресурсам различной направленности, образовательным информационным ресурсам. Здесь открыт доступ к различным коллекциям, в том числе коллекциям мультимедийным цифромы, Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, Президентской библиотеки имени Ельцина. Вместе с тем мы понимаем, что функция современной школьной библиотеки – это не только возможность предоставления информации на различных носителях, но и создания своих собственных ресурсов, одним из которых является блок библиотеки гимназии «Гимназийск-читающий». Блок позволяет повысить мотивацию познавательной деятельности обучающихся, оказывает помощь в самостоятельном планировании образовательной деятельности. Продуктами информационно-библиотечного центра гимназии стали интерактивные плакаты различной тематики, когда большой объем информации находится в одном месте и не нужно тратить время на поиск ее в интернете. Интерактивный плакат – это способ визуализации информации на основе одного изображения. К изображению добавляются метки, которые обеспечивают переход к дополнительным материалам – текстам, фотографиям, аудиофайлам, видеороликам, ссылкам на сайты. Особенности таких интерактивных плакатов – это простота в использовании, большой визуальный материал, большой мотивирующий потенциал, групповой и индивидуальный подход в работе над плакатом. Учебный материал представлен в виде логически завершенных отдельных фрагментов, что позволяет преподавателю конструировать занятия в соответствии со своими задачами. При использовании интерактивного плаката преподаватель перестает быть для учащихся единственным источником информации, носителем истины и становится партнером. В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух очень важных результатов. Первое. За счет использования интерактивных элементов, вовлечь обучаемого в процесс получения знаний, интерактивный плакат, как никакое другое средство, позволяет варьировать уровень погружения в тему, позволяя изучать материал дистанционно в любом удобном для себя порядке. И второе. За счет использования различных мультимедиа добиться максимальной наглядности информации. Рассмотрим несколько вариантов интерактивных плакатов с возможностью их использования как урочные и внеурочные деятельности, так же и как результаты проектной деятельности обучащихся. Первым примером является интерактивный плакат «Лента времени по жизненному творческому пути Владимира Набокова», где представлены четыре этапа его жизни и деятельности в России, в Европе, США и Швейцарии. С помощью интерактивных методов, которые расположены на плакате, мы можем познакомиться с биографией писателя, посмотреть документальный фильм о жизни и творчестве писателя и прочитать некоторые произведения из большого творческого наследия Владимира Набокова. Данный плакат может быть использован как средство изучения, самостоятельное в изучении школьниками биографии писателя. Он также может выступать как продукт проектной деятельности конкретного ученика. Интерактивная игра «Путешествие по творчеству» Сергея Владимировича Михалкова. Используя данный плакат, младшие школьники могут, например, изучить биографию Сергея Владимировича Михалкова, послушать стихотворения о животных в исполнении известных актеров, разгадать интерактивный кроссворд и увидеть мультфильмы, которые сняты по произведениям поэта. Урок истории «Нюрнбергский процесс». На плакате две интерактивные метки. Одна из них – это документальный фильм о «Нюрнбергском процессе». А вторая – ссылка на статью исторического портала «Истории РФ». Статья Антона Трофимова. «Нюрнбергский процесс» как главный суд XX века в фактах и цифрах. Используя материалы данного плаката, ученики не только расширят границы учебника истории, но и могут подготовиться к итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Данный плакат может быть использован как план подготовки к итоговой аттестации, к зачетной работе, контрольной работе по любому предмету. С помощью календаря и меток, которые разнесены, ученики могут посмотреть видеоуроки по теме, выполнить задания, выполнить интерактивные задания с помощью сервиса Learning Apps.org, посмотреть на правила и теории, которые необходимо выучить для подготовки к итоговой зачетной работе. Крывеческая игра о природе Кузбасса состоит из 16 вопросов. К метке вопроса прикрепляется ссылочка на сайт, где можно найти ответ на данный вопрос. Такой плакат может использоваться не только для расширения кривеческих знаний у школьников. Если мы будем использовать данный плакат в работе на уроке географии, то можно предложить такую форму работы, как создание таблицы. Источник вопроса и ответа. И тогда дети, кроме расширения своих кривеческих знаний, будут формировать информационную культуру в разделе преобразования информации из текстовой в табличную. Наряду с представленными плакатами педагоги могут создавать и другие образовательные материалы. Среди них могут быть комплекты дидактических материалов к уроку, маршрутные карты или карты путешествий, мультимедийные конспекты лекций, интерактивные портреты со ссылками и многое-многое другое. Для того, чтобы создать интерактивный плакат, необходимо пройти несколько этапов. На первом этапе необходимо сформулировать цель вашего информационного продукта, задачи, которые он будет решать, и конечный вид вашего продукта. На втором этапе мы выбираем фоновое изображение для плаката. Это может быть изображение из сети интернет или сохраненная фотография на вашем компьютере. Берите изображение, на которое не распространяется авторское право, либо указывайте автора на самом изображении и ссылку на первый источник. Лучше всего использовать свои фотографии, рисунки, либо создавать коллажи, отвечающие цели и задачам вашего конечного продукта. Следующий этап – это подбор источников информации в соответствии с целями и задачами вашего продукта. Это могут быть тексты, фотографии, аудиофайлы, видеоролики, ссылки на сайты – все, что необходимо для того, чтобы выполнить цель вашей работы. Интерактивные образовательные продукты создаются с помощью интернет-сервисов. Данные сервисы не требуют усиленной подготовки и глубокого понимания в дизайне. Главное их преимущество – это доступность любого компьютера, подключенного к сети интернет, а также интуитивно понятный интерфейс, с которым способен разобраться даже неопытный пользователь. Для примера покажем вам, как создается интерактивный плакат в интернет-сервисе Genial.ly. Genial.ly – это бесплатный сервис для создания различного интерактивного контента, в том числе интерактивных плакатов. Для того, чтобы работать в этом сервисе, необходимо в нем зарегистрироваться. Можно войти с помощью социальных сетей, либо аккаунта в Google, если он у вас существует, либо завести свой собственный аккаунт с помощью электронной почты и пароля. Вот это личный кабинет, который создан информационно-библиотечным центром гимназии с расположением на нем интерактивных плакатов, созданных здесь. Для того, чтобы создать новый плакат, мы выбираем интерактивное изображение на панели. Загружаем базовое изображение. Его можно сделать двумя способами. Загрузить его с компьютера или через ссылку в интернете. Мы будем загружать с компьютера. Загружаем изображение. Проверяем, чтобы размер изображения был таким, какой задуман в конечном информационном продукте. Открывается наше с вами загруженное изображение. И слева панель инструментов, которые мы будем использовать для создания интерактивных плакатов. Изначальный источник предлагает нам сразу две горячие точки, которые уже есть на плакате. Точки можно передвигать в нужное нам место. Точку можно видоизменить в соответствии с задачами нашего контента. Здесь мы будем загружать изображение. У точки можно поменять цвет, исходя из дизайна нашего плаката. То же самое мы сделаем с видео. Поменяем цвет у точки. И вставим еще одну точку для того, чтобы загрузить презентацию. Также поменяем ей вид и цвет. Теперь будем встраивать нужные нам источники информации на плакат, который у нас с вами есть. В данном случае иллюстрация. Иллюстрацию тоже можно встроить двумя способами. Либо с помощью ссылки в интернете, либо с помощью той фотографии, которую вы сохранили себе на компьютере. Мы будем использовать изображение, которое мы сохранили себе на компьютере. Данное изображение можно увеличить. Дать ему название. И не забыть нажать на кнопочку сохранить. Далее мы будем с вами загружать видео. С помощью ссылки, которую мы заранее скопировали с YouTube канала. Сжигаемся, пока видео загрузится. И нажимаем кнопку сохранить. Можно также встроить еще и презентацию. Презентация встраивается в том случае, когда вы заранее сохранили презентацию в Google аккаунте. на Google диске. Сохранили HTML код этой презентации для встраивания плакат. И нажимаем на значок встроить. Для того, чтобы внести этот самый HTML код. Сохранить. Теперь посмотрим, какой плакат у нас с вами получился. Это иллюстрация, которую мы с вами встроили. Видео. На котором инструкция по работе в данном сервисе встроилась. И презентация. Интерактивный плакат на современном этапе образования. Вот такой плакат у нас получился с помощью сервиса Genial Life. Таким образом, интерактивные образовательные плакаты являются отличным подспорьем. Как для учителя в процессе обучения, так и для ученика в процессе самообразования. Таким образом, интерактивный плакат на современном этапе образования.